В марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции был введен карантин. Предприятия, учреждения образования, культуры и спорта приостановили свою деятельность. Вынужденную каникулу физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин» решил провести с пользой. Пока учреждение было закрыто для посещения, там провели капитальный ремонт. Сейчас все работы завершены, и бассейн возобновил свою работу. С первыми посетителями пообщались наши корреспонденты. Их впечатления и эмоции об изменениях, проведенных на спортивном объекте, смотрите в материале Анны Монстеренко. Наверное, больше всех открытий бассейна ждали славянские паралимпийцы. Из-за карантина они долгое время не тренировались. Когда часть ограничений сняли, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, пловцы-паралимпийцы ездили в бассейн Краснодара, а летом занятия проводили на озере в Крымском районе. Сейчас тренировочный процесс вернулся в обычное русло, чему спортсмены очень рады. Вообще очень рады, что возобновили, потому что не хочется ездить на другие города, хочется тренироваться у себя. Дома есть дома. Дома легче тренироваться и физически, и эмоционально. Вот очень рады, что бассейн восстановился и возобновил работу свою. А как вода такая теплая? Теплая? Хорошо. Вода в бассейне действительно теплая и более чем комфортная для занятий. 26-28 градусов. Такая же в помещении. Что касается ее качества, то она совершенно безопасна. Во время капитального ремонта была смонтирована дополнительная система очистки воды к уже существующей. Вот в этих двух огромных баках находится 1200 килограммов кварцевого песка, через который проходит вода, прежде чем попасть в бассейн. Но и это еще не все. Там четыре кварцевых лампы стоит. Очищенная вода проходит через кварцевание и идет уже в бассейн. То есть система очистки очень серьезная здесь. И мы за этим следим. Не реже двух раз в месяц Роспотребнадзор проверяет качество воды. И где-то два-три раза в месяц Славянский водоканал тоже приезжает, проверяет качество воды. Благодаря капитальному ремонту была усовершенствована и обновлена не только система очистки воды. Было полностью удалено старое покрытие чаши бассейна, срок эксплуатации которого уже истек. Демонтировано и заменено на новое оборудование слива и подачи воды. Установлены новые поручни. Заменено освещение. По периметру бассейн обложен копинговым камнем. Ремонт длился два с половиной месяца. На его осуществление было выделено 3,5 миллиона рублей из районного бюджета. Мы производили регламентные работы каждый год по оборудованию и так далее. Но наступает время, когда надо делать капитальный ремонт. В этом году мы запланировали, и глава района нас поддержал, выделил соответствующие средства, и мы сделали ремонт. Основная проблема была, это, скажем так, у нас в крае очень мало людей, занимающихся бассейнами. Поэтому пришлось выходить на торги, и торги выиграли люди, которые профессионально занимаются оборудованием и постройкой бассейна. Приехали люди из Саратова, ребята рабочие, очень качественно, очень быстро все сделали. И вот вы и сами видите бассейн в каком состоянии. Отличное состояние обновленного бассейна уже оценили посетители. Многие, чтобы позаниматься с детьми, приезжают сюда даже из других районов. И юные спортсмены, и их родители не скрывают радости от возобновления тренировок. Ребенка радость, конечно, он с удовольствием бежит сюда плавать каждый день, занимаемся. И новое всегда хорошо, новый бассейн, очень нравится нам. В связи с пандемией бассейн работает, но с ограничениями в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Для всех посетителей необходима справка об УПИТ-окружении. В учреждении соблюдается строгий масочный режим. При входе всем измеряется температура. Количество посетителей в одно посещение за один час не должно превышать и 12 человек. Все, руки поднесли. Мы вас встречаем здесь медработник. Обязательная термометрия. Всех, кто выше 37,1, сюда не заходят. Обработка рук, обязательная маска. Основным условием посещения бассейна для жителей города и района является предварительная запись по телефону. 4 00 19 8 988 133 99 53. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова